Уважаемые студенты 4 курса, мы продолжаем изучение дисциплины «Новейшая история стран Запада». На прошлой лекции мы говорили об истории России в 17-22 годах. И сегодня мы продолжим эту тему. Мы сегодня поговорим об истории Советского Союза в 1922-29 годах. Какие вопросы мы сегодня рассмотрим? Первый вопрос. Образование СССР. Принятие Конституции СССР 1924 года. Второй вопрос. Индустриализация, коллективизация и культурная революция в СССР. Третий вопрос. Внутрипартийная борьба в 1920-е годы и утверждение сталинизма. И четвертый вопрос. СССР в 1930-е годы. Первые пятилетки, массовые прессии и т.д. Литература на этот раз отличается от предыдущей. Очень много литературы биографического характера связаны с советскими лидерами. Так, книга Дмитрия Волкогонова «Триумф и трагедия. Политическая биография Иосифа Сталина в трех томах». Есть работа замечательная Роберта Такера, американского исследователя, которая называется «Сталин. Путь к власти. 1879-1929 годы». Москва, 1991 год издания. Есть книжка Роя Медведева, известного советского историка. Никита Сергеевич Хрущев «Политическая биография». Есть книга «Миф о застое», так сказать, в советском периоде, уже более позднего времени. Из деятелей советских 20-30-х годов есть мемуары Льва Троцкого под названием «Моя жизнь». Первое издание 1929 год, потом неоднократно переоздавалось. У Льва Троцкого есть еще несколько интересных работ, в том числе «История русской революции». Первое издание Москва, 1930 год. Очень интересная книжка Орлова «Советская повседневность. Исторические и социологические аспекты становления». Известный журналист Леонид Парфенов, который издал цикл телепередачи «На Медне». Он издал потом их еще и в бумажном виде, в виде книги. Итак, книга называется «На Медне. Наша эра. 1931-1940 годы. Москва. 2017 год» издание. Есть учебник Берхнина «История СССР. Советский период». Есть учебник Барсенкова-Вдовина «История СССР. 1917-2009 годы». Таким образом, очень много литературы. Это только, конечно же, маленькая часть из того, что я вам могу порекомендовать. В конце прошлой лекции я упомянул, что в 1921 году на 10-м съезде РКПБ произошел переход от военного коммунизма к НЭПу. Ну и нам нужно обратиться к глоссарию для того, чтобы пояснить, что это за термины военный коммунизм и НЭП. Итак, военный коммунизм – это название внутренней политики советского государства, проводившейся в 1918-1921 годах во время Гражданской войны. Основной целью было обеспечение городов и Красной армии оружием, продовольствиями и другими необходимыми ресурсами в условиях, когда все нормальные экономические механизмы отношения были разрушены войной. Решение о прекращении военного коммунизма и переходе к НЭПу было принято 21 марта 1921 года на 10-м съезде РКПБ. Добавлю, что сам термин впервые упоминается в одной из работ Ленина 1921 года, и что в ходе военного коммунизма фактически начался такой систематический отъем излишек продуктов у населения, так называемая продразверстка, что государство национализировало вначале крупную, а затем среднюю и мелкую промышленность, так сказать, внешняя отогровля была полностью поставлена под контроль государства и внутренняя тоже, так сказать, то есть людям запрещалось торговать даже на внутреннем рынке. Повсеместно царила уравниловка, зачастую зарплаты выдавались натуральными продуктами или той продукцией, которую выпускал данный завод или фабрика, практически отсутствовали коммунальные платежи, платы за проезд и так далее, отсюда название такой военный коммунизм, в кавычках, так сказать, да, то есть не настоящий коммунизм, а такой военный, знаете, какой-то ущербный, не совсем правильный, но вынужденная мера, на которую пошли в условиях гражданской войны и иностранной военной интервенции. А вот уже когда война практически закончилась, а крестьянские мятежи продолжались, и не только, да, так сказать, помню, кронштадтский мятеж марта 21-го года, это показало большевикам, что, значит, что-то происходит не так, и нужно менять эту политику, что вот этот военный коммунизм народ мог еще терпеть, поскольку была война, но когда война закончилась, дальше, так сказать, продолжать это было невозможно, эту политику, и перешли к новой экономической политике, сокращенной аббреватурой НЭП. Это политика советской власти, сменившая политику военному коммунизму, а первоначально идея перехода вот этого от военного коммунизма КНЭПа была сформирована в работах Ленина, вот, и конечная цель, при этом оставалось прежнее, построение социализма, но положение России после гражданской войны продиктовало необходимость прибегнуть к такому реформистскому методу деятельности в главных вопросах экономического строительства. Вместо полной ломки старого строя для замены его новым общественным экономическим укладом большевиками был предпринят реформистский подход. Не ломать старые общественные экономические уклады, торговли, мелкого хозяйства, мелкого предпринимательства, капитализма, осторожно и постепенно овладевать ими получать возможность подвергать их государственному регулированию. То есть опять фабрики, заводы были переданы в частные руки, появились так называемые НЭПМАНы, так сказать, богачи. Много можно было там предприятий, месторождений, ресурсов каких-то, так сказать, государственных передавать в аренду и концессию, в том числе, зарубежным странам. Была разрешена внутренняя торговля. И очень многие механизмы, вот эти регулирующие военно-акунизмы, были отменены и заменены на НЭП. Это вызвало такой серьезный кризис в партии. Часть большевиков вышла из партии по несогласию с НЭПМ. Они посчитали это капитуляцией перед капитализмом. Ну, вернемся к хронологии событий. В 1922 году происходит образование Советского Союза. 30 декабря 1922 года первый съезд Советов СССР утвердил декларацию договора об образовании СССР и избрал Центральный исполнительный комитет Советского Союза. То есть теперь Советская Россия стала называть Советским Союзом. В состав СССР вошли Россия, Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация, которая после СССР делилась на Грузию, Армению и Азербайджан. Надо сказать, было несколько вариантов создания СССР. Поначалу говорили о том, что нужно проводить политику автономизации, чтобы в состав России вошли другие республики советские на правах автономии. Но Ленин настоял на том, чтобы был принят... Этот вариант не устраивал, кстати, украинцев за Кавказскую Федерацию. И Ленин настоял на том, чтобы Советский Союз был союзом равноправных республик. И 21 января 1924 года Ленин после тяжелой болезни скончался. Глава Советского государства, лидер партии, председатель СССР, умер 21 января 1924 года. А спустя несколько дней, 26 января, открылся второй съезд Советов СССР, утвердивший первую Конституцию СССР. Следующие важные события происходят в 1927 году. В декабре происходит 15-е съезд ВКПБ, который берет курс на коллективизацию сельского хозяйства. И одновременно на съезде происходит организационный разгром троцкистской оппозиции. Дело в том, что после смерти Ленина обострилась внутрипартийная борьба. О своей претензии на лидерство заявил Троцкий, также Зиновьев, Каменев, некоторые другие лидеры оппозиции. Но всех переиграл Сталин, который занял вовремя, еще в 1922 году, очень важный пост генерального секретаря. Он тогда не был таким важным, как Прибрежнево, Андропово и так далее. Это всего-навсего главный в секретариате ЦК. Но заняв такую важную должность бюрократическую, Сталин получил возможность подбирать свои кадры, расставлять их на правильные места. То есть он был главным в секретариате, который предал повестку заседаний всяких конференций пленумов партийных. И занимался расстановкой кадров, что было невероятно важно. И Сталин на все нужные ему посты, включая армию, так сказать, он поставил нужных людей. То есть Троцкого, который долгое время был нарком-военбором, народным комиссаром по военно-мирским делам, то есть фактически министром обороны, говоря своим языком, его сняли. И на этот ужас в конце концов был назначен близкий друг и соратник Сталина, Клим Порошилов и так далее. То есть сталинские кадры начали расставляться буквально везде. И начал, так сказать, уже потихонечку реализовываться культ личности, осуществляться в стране. А Троцкий, в конце концов, и другие лидера оппозиции были физически уничтожены. Или Троцкий, в частности, был выслан из Советского Союза и потом погиб уже в Мексике, гораздо позднее. В 1928 году начал осуществляться первый пятилетний план развития народного хозяйства в СССР. Неожиданно, так сказать, о его выполнении было объявлено досрочно, в январе 1933 года. Итак, Советское народное хозяйство, так сказать, оно строилось планово и выполнялось по пятилеткам. То есть на каждые пять лет утверждался план, сколько нужно построить заводов, фабрик, насколько понять продавительность труда и так далее, сколько построить жилья. В общем, плановое хозяйство и пятилетки, первые советские пятилетки начались в 1928 году. Уже в 1929 году произошло осуждение так называемой левой оппозиции Бухарина-Рыкова-Томского на объемном пленном МЦК и ЦК КВКПБ. В декабре 1929 года был взят курс на форсированную коллективизацию сельского хозяйства и ликвидацию кулачевого К-класса. Была создана специальная комиссия Молотова для ликвидации кулачевого К-класса. И комиссия Яковлева, наркома земледелия, занималась определением зоны и темпов коллективизации. Кулаков поделили на три категории. Явных врагов советской власти, очень опасных, их полностью конфисковывали, выселяли очень далеко. Вторая категория, третья, они менее были опасными, их тоже раскулачивали, но выселяли поближе. И таким образом потихоньку создавалась почва для колхозов. То есть конфискуемая у кулаков передавалась в имущество, так сказать, фонд формируемых колхозов. В глоссарии можно посмотреть, что такое коллективизация сельского хозяйства, индустриализация, культурная революция. Два слова. Коллективизация сельского хозяйства СССР – это объединение мелких единочных крестьянских хозяйств в крупные коллективные путем производственного копирования. Индустриализация – это комплекс мероприятий советской власти, включавший в себя меры по обеспечению экономической независимости СССР, приоритетного развития тяжелой оборонной промышленности, преодоление отставания от стран Запада. Решение об индустриализации было принято в 1925 году на 14 съезде партии. Культурная революция – это коренной переворот духовного развития общества, осуществленный в Советском Союзе в 20-30-е годы, составная часть социалистических преобразований. Теория культурной революции была разработана Лениным. Это было направлено на изменение социального состава после революционной интеллигенции. Так сказать, выдвигалась задача создания пролетарской культуры, массовости культуры, коммунистического воспитания. А начиналось все с ликвидации неграмотности, создания социалистической системы народного образования, просвещения, перестройки быта, развития науки, литературы. И все это под партийным контролем. У нас очень мало времени, поэтому вернемся к хронологии событий. Итак, начинается кратеризация массовая. Она сопровождалась перегибами, поэтому уже в марте 1930-го года вышла статья Старина в головокружении от успехов, поставление ЦК о борьбе с искривлениями партийных в колхозном движении. А в 1934 году открылся в январе 17-й против СС партии, который утвердил планы второй пятилетки. Распущено было ГПУ, вопросы госбезопасности передоведения НКВД. 1 декабря 1934 года погиб Сергей Миронович Киров, глава Ленинградской партийной организации, что привело к началу массовых репрессий в начале Ленинградской партийной организации. А затем с 1936 года начались массовые, такие московские процессы на допозиции. В 1936 году прошел первый, в 1937 году второй, в 1938 году третий. И одновременно было дело военных в июне 1937 года, когда был вынесен смертный приговор 8 видным военным деятелям, в том числе заместителю Наркома обороны маршалу Тухачевскому. Вообще из пяти первых маршалов Советского Союза трое были репрессированы, как и в общем-то значительно большая часть, 70-80% командного состава Красной армии погибли или были репрессированы в период этих больших чисток и массовых репрессий конца 30-х годов. В 1938 году Красная армия разгромила японские войска, которые вторглись на территорию страны в районе Узера Хасан. А в 1939 году Япония напала на Монголию в районе Халхенгол. Там началась война. В ходе этого в 1923-1924 акте был подписан Пакт Молотова-Риббентропа о ненападении между сферой Германией и секретный протокол о сфере сфер влияния в Восточной Европе. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польфу и началась Вторая мировая война. И поэтому мы завершаем и вопросы для закрепления. Первый. Что собой представляла политика военного коммунизма? Второй. Каковы причины перехода к НЭПу? И в чем суть этой политики? Третий вопрос. Что вы знаете об инвестерализации, коллективизации и культурной революции в СССР? Четвертый вопрос. Что вы знаете о образовании Советского Союза и принятии Первой Советской Конституции? И пятый вопрос. Что вы знаете о борьбе с внутрипартийной оппозицией и об установлении культуры?